Вы слушаете Радио России Ульяновск. Дореволюционный Симбирск был не столь богат на памятники и монументы, как современный Ульяновск. В 1845 году в городе открыли памятник историографу Николаю Михайловичу Крамзину. В 1913 году к нему прибавился бронзовый бюст премьер-министра-реформатора Петра Аркадьевича Столыпина. И только в 1916 году на главной улице города был сооружен памятник императору Александру Второму. О необычной истории монумента императору-освободителю в Симбирске сегодня мы вам расскажем вместе с заведующей передвижными выставками Ульяновского областного краеведческого музея Светланой Никифоровой. Император Александр Второй царствовал с 1855 по 1881 годы. В начале правления завершил с минимальными потерями для страны Крымскую войну, даровал амнистию декабристам и петрашевцам. В 1861 году он отменил крепостное право. Провел судебную, военную, земскую, образовательную, финансовую и другие реформы. Пережил шесть покушений. Седьмое, совершенное народовольцами 1 марта 1881 года, стало роковым. Александр Второй вошел в историю как царь-реформатор, царь-освободитель, царь-мученик. По негласно действовавшим правилам памятник царю-освободителю считался обязательным к установке. Иметь в любом городе, даже в крупном селе, памятник Александру Второму было частью неписанного протокола Российской империи. «Беги за ним, Россия, он достоин любви твоей». Эти пафосные слова, ставшие одним из девизов и итогов царствования Александра Второго, были произнесены поэтом Василием Андреевичем Жуковским, воспитателем цесаревича летом 1837 года в Симбирске, куда государь тогда еще 19-летний наследник престола приезжал с недолгим визитом. Он привыл в Симбирск утром 24 июня 1837 года по Московскому тракту. Народ и представители города встретили его высочество еще далеко за чертой города с хлебом и солью. В кафедральном соборе наследника цесаревича приветствовали епископ Симбирский и Сызранский, преосвященный Анатолий, начальник губернии Иван Петрович Хмутов и представители всех сословий. Цесаревич осмотрел город, удостоил своим посещением выставку местных произведений, устроенную специально по случаю приезда его высочества, а вечером был на балу данным дворянством. На следующий же день, рано утром, цесаревич выехал из Симбирска по Сызранскому тракту. В память о своем пребывании в нашем городе он пожаловал 5000 рублей ассигнациями для раздачи бедным города Симбирска. Первый монументальный памятник царю-освободителю появился в пределах Симбирской губернии еще в конце XIX века. Он был сооружен по желанию крестьян Белоключевской волости в озминование освобождения от крепостной зависимости в селе Белый Ключ Корсунского уезда, ныне Сурский район Ульяновской области. Наследство крестьян и их усилиями в селе был возведен постамент для памятника, а скульптура заказана петербургскому архитектору, академику Императорской академии художеств Роберту Марфельду. В 1888 году проект был утвержден императором Александром Третьим. Открытие освещения памятника состоялось 18 августа 1898 года. На серо-мраморном четырехугольном пьедестале возвышалась отлитая из чугуна и окрашенная в темно-бронзовый цвет фигура императора во весь рост, стоящего, опершись правой рукою на обрубок дерева. В февральской революции 1917 года памятник был демонтирован. Фигура императора вывезена и в дальнейшем не была обнаружена. Остатки постамента были разрушены на рубеже 1960-70-х годов и закопаны в землю. В 2010 году по инициативе Комитета по культурному наследию Ульяновской области в результате тщательных поисков часть фрагментов прежнего постамента была извлечена из земли. О восстановлении фигуры императора на основании сохранившегося проекта Марфельда было заказано мастерской московского скульптора Дениса Стритовича. Работавшего над памятником безвозмездно. 19 февраля 2011 года, в канун 150-й годовщины отмены крепостного права в России, памятник в селе Белый Ключ был торжественно открыт повторно. Такова история первого монумента императору в Симбирской губернии. Спустя полвека после манифеста Александра II в 1911 году в России торжественно праздновался юбилей освобождения крестьян. По всей России заработал конвейер, повсеместно устанавливались одинаковые памятники и выросло множество памятников царю-освободителю. Памятниками императору Александру II украсились и площади почти всех уездных городов и крупных сел Симбирской губернии. Во многом это стало возможным благодаря находившемуся в Петербурге металлолитейному заводу Эдмунда Эдуардовича Новицкого, который был известен серийным изготовлением памятников. Долгое время монументальные памятники были столь дороги, что постановка их являлась не под силу отдельным лицам и даже обществом. Поэтому именно завод Новицкого впервые в России решил удешевить производство памятников, применив для их изготовления сравнительно дешевый, но прочный материал цинк, который покрывался гальваническим путем более или менее толстым слоем бронзы. Таким образом памятник приобретал вполне вид массивного бронзового монумента. Одним словом, изготовление памятников поставили на поток. По сути, это был первый опыт массового серийного изготовления памятников царю. Как указывалось в отчете завода, только за период с декабря 1910 года по май 1911 года по всей стране было отправлено более 1200 памятников. Еще 600 были в работе. Однако приходилось признавать, что особой художественной ценности эти памятники не представляют. Удивительно то, что в самом Симбирске до 1916 года памятника царю-освободителю не было. Симбирск являлся единственным городом в низовом Поволжье, не имевшим памятник императору. Некоторые следователи, пытаясь понять причину такой аномалии, объясняли ее неприятием дворянским городом крестьянской реформы. Тем, что местное дворянство не могло простить императору Александру II эмансипации крестьян, с которой окончилось их богатство и изрядная доля политического влияния. Другие видели причину в неблагоприятном впечатлении оставшемся от второго визита императора в Симбирск в августе 1871 года. Жители губернского города не один десяток лет вспоминали неадекватное усилие и тратам поведения императора. На украшение города тогда было истрачено несколько десятков тысяч рублей с рудом добытых и предназначенных на строительство водопровода. А государь отворачивался от симбирских щедрот, громко выражая свое неудовольствие, кричал на крестьян-челобитчиков. Городская дума, правда, обсуждала вопрос об установке памятника Александру II еще в 1881 году, но до сбора средств дело не дошло. Положение изменилось при симбирском губернаторе Александре Степановиче Ключереве, занимавшем этот пост в 1911-16 годах. Так совпало, что с периодом правления этого губернатора, не блиставшего, по мнению многих, административными талантами, связан ряд памятных событий. При нем губернии, как и всей России, в связи с началом Первой мировой войны, пришлось переводить свою жизнь на военные рельсы. В 1912 году Симбирск отмечал 100-летний юбилей Ивана Александровича Гончарова и был заложен дом-памятник писателю. Построенный в октябре 1916 года открыт железнодорожный мост через Волгу. И если в двух последних событиях губернатор играл скорее представительскую роль, то памятник Александру II был почти всецело его собственным детищем. В 1913 году, в связи с празднованием 300-летнего юбилея дома Романовых, во всех городах России были образованы юбилейные комитеты. Симбирский юбилейный комитет по сооружению в городе Симбирске памятника в бозе почившему императору Александру II и в память 300-летия царствования дома Романовых возглавил сам губернатор. По инициативе Александра Степановича Ключарева была организована всесословная подписка по сбору средств. Дворянское собрание отнеслось к начинанию без энтузиазма, выделив на памятник тысячу рублей. Губернское земство ассигновало пять тысяч. Подписные листы распространялись среди населения, но большого воодушевления сбор средств не вызвал. Главное слово оставалось за городом. Памятник предстояло установить на его земле. Так, 22 мая городская дума обсудила предложение юбилейного комитета по сооружению памятника и предварительное заключение городской управы гласила признать священным для себя долгом принять участие в сооружении достойного памятника царю-освободителю. Дума постановила ассигновать на памятник Александру II три тысячи рублей и назначит для него место на перекрестке улиц Гончаровской, ныне это улица Гончарова, Панской, ныне это улица Энгельса и Чебоксарской, ныне улица Бебеля. Интересно, что предполагалось и другое место установки памятника императору. Перекресток улиц Гончаровской и Покровской, ныне это улица Льва Толстого. 31 августа 1914 года состоялось освящение места под памятник незабвенному царю-освободителю Александру II. В первом часу дня крестный ход из Троицкого собора во главе с преосвященным Вениамином прибыл к месту освящения. По окончанию молебствия Вениамин окропил место будущей закладки святой водой. В ноябре 1914 года под предводительством губернатора Ключарева состоялось заседание Зодческого отдела юбилейного комитета, в который вошли такие выдающиеся архитекторы Симбирска, как Август Шаде, Феофан Вольсов, Федор Левчак, Дмитрий Архангельский и другие. Было решено установить статую императора работы академика Александра Михайловича Опекушина. Выдающегося русского скульптора-монументалиста, прославившегося в первую очередь бронзовым Пушкином на Тверской в Москве. В распоряжении Опекушина была посмертная маска с лица почившего государя, а также его одежда. Кроме того, Опекушин лично знал царя. «Мне кажется, — вспоминал скульптор, — я мог бы вылепить статую покойного императора, закрыв глаза. До такой степени у меня жив в памяти его образ». Автором проекта архитектурного и художественного оформления памятника был Август Августович Шаде. До конца года проект был разработан и утвержден в технико-строительном комитете МВД. В феврале 1915 года на общем собрании юбилейного комитета губернатор Ключелев определил положение дел с установкой памятника как задачу вполне выполнимую. В кассе комитета имелось 12 582 рубля. Еще следовало ожидать поступления средств от дворянства, земства и города — всего 9 тысяч рублей. Ожидались также поступления по подписным листам. Общую стоимость памятника Ключелев оценивал в 25-30 тысяч рублей. В ходе обсуждения члены городской управы высказали мнение, что выбранное место слишком окружено телефонными и электрическими проводами, что повлияет на величественность и красоту памятника. К тому же рядом проходит водопроводная магистраль. Губернатор отвечал, что по его указанию почтово-телеграфное ведомство уже решило заменить провода на центральных улицах подземными кабелями. Водопроводную же магистраль в этом месте городской глава обещал перекрыть прочным сводом. Собравшиеся осмотрели и одобрили доставленную из Петрограда, изготовленную в металлолитейном заведении Эдмунда Эдуардовича Новицкого, уменьшенную металлическую модель фигуры императора, выполненную по эскизам академика Опекушина. Завод Новицкого имел право собственности на отливку моделей этого известного скульптора. В июне 1915 года приступили к закладке фундамента памятника. Планировалось открыть его 30 августа, но работы затянулись. Сказались нехватка средств и военные трудности. Напомним, шла Первая мировая война. К намеченному сроку завершили лишь кладку постамента. К тому же возводимый памятник оказался гораздо скромнее, чем предполагалось проектом. Из-за дороговизны отказались от ташлинского бутового камня на постамент и финского гранита на цокольпьестала. От бронзовых украшений и фонарей, изображенных на проекте, также пришлось отказаться. По расчетам августа Августовича Шаде, это позволило сэкономить 10-12 тысяч рублей. Но и в следующем году открыть памятник к дню Теза именинства Александра Второго 30 августа тоже не получилось. Оставалось только завершить отделочные работы, но денег не было, а рабочих призвали в армию. Лишь в начале октября в Симбирск доставили бронзовую статую императора Александра Второго, высотой чуть более трех метров, изготовленную на известной художественно-бронзово-литейной фабрике «Марана» в Петербурге. 5 октября статуя была торжественно освещена в присутствии большого числа симбирян. 6 октября памятник водрузили на подготовленный пьедестал. До официальной процедуры открытия Александра Второго прикрыли деревянным кожухом. Под этим кожухом и пришлось бронзовому императору провести всю свою недолгую жизнь. С официальным открытием затянули, а там грянула февральская революция, октябрьская революция, установление советской власти в городе и лето 1918 года с бурными событиями гражданской войны. 1918 год стал роковым для памятников царю-освободителю, который приходился дедам, свергнутому и расстрелянному императору Николаю Второму. Поэтому Александр Второй стал объектом особого неприятия новой власти. Снос памятников происходил в ходе кампании по избавлению коммунистической России от монументов царям и царским слугам. В апреле 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о памятниках республики. Декрет предусматривал снятие памятников царям и, в свою очередь, установку новых памятников. Был учрежден список лиц, которым предполагалось поставить памятники. В список входило 66 имен, в том числе и основоположника коммунистического движения Карла Маркса. По всей России памятники Александру Второму свергались с постаментов. Это была не просто борьба с памятниками, символами прежней эпохи, а нечто вроде публичной политической казни. Под крики возбужденной толпы на памятники набрасывали веревки, дружным усилием скульптуры сбрасывались с пьедесталов, таскались по улицам. Симбирский памятник царю-освободителю разделил судьбу десятков провинциальных памятников Александру Второму. В связи с подготовкой к празднованию первой годовщины Октябрьской революции в Симбирске было принято решение об установке на постамент памятника Александру Второму бюста Карла Маркса. Смета на переустройство памятника Карлу Марксу, составленная в октябре 1918 года, предусматривала снять леса и снять статуи Александра Второго, из чего следует, что в это время она еще находилась на пьедестале. Бюст Карла Маркса был изготовлен из гипса и покрашен под бронзу. Газета «Известия» Симбирского губернского совета о 12 ноября 1918 года, описывая митинг в день октября, сообщала и об этой установке в городе памятника Карлу Марксу. К празднику и в связи с установкой бюста постановлением президиума Симбирского исполкома 6 ноября 1918 года Гончаровская улица была переименована в улицу Карла Маркса. Это название она носила до 1941 года. А вскоре с открытием в Симбирске 7 ноября 1921 года памятника Марксу работы скульптора Меркурова надобность бюсте отпала. В 1920-х годах неоднократно обсуждался вопрос об установке на царском постаменте памятника Владимиру Ильичу Ленину. Так в 1922 году был сделан заказ на изготовление бюста Ленина художнику Аркадию Аркадьевичу Пластову. В июне 1928 года создана комиссия по постройке памятника Ленину. Немалое место в ее работе заняло обсуждение вопроса, уместна ли установка памятника вождю пролетариата на императорском постаменте. Пока комиссия заседала, самарское издательство Самиздатторг самовольно установило на постамент гипсовую фигуру Ленина. Ее художественные достоинства вызвали негодование и властей, и горожан. Тем не менее, статуя с 1929 по 1930 годы украшала центр города. Документальных свидетельств о демонтаже постамента бывшего памятника императору выявлено не было. Но многие авторы считают, что это произошло в начале 30-х годов. Косвенно свидетельствует об этом полотно художника Гурьева, датированное 1931 годом. На картине, запечатлевшей благоустройство центральной улицы, изображена и часть постамента памятника. Надо полагать, это последние дни существования того, что еще осталось от памятника царю-освободителя. А какова же судьба статуи Александра II в Симбирске? Есть ряд публикаций, свидетельствующих о том, что фигура царя была сброшена с виде стала и целый год валялась в грязи на Чебоксарской улице, ныне улица Бебеля. Так это или иначе, но в июле 1922 года Губ Совнархоз констатировал, что на деловом дворе бывшего Бажанова имеется бронзовая фигура весом 35 пудов, составляющая ранее памятник Александру II на Гончаровской улице. По просьбе Совнархоза была создана комиссия в составе художников Остроградского, директора художественного музея, Гурьева и Воробьева для решения судьбы статуи в музей или на утилизацию. Комиссия осмотрела статую, лежавшую в сарае лицевой частью к стене, и в таком виде сделать выводы о ее художественной ценности затруднилась. Сведений об окончательном решении нет, но в музей статуя не попала. Значит, на утилизацию. Ныне на участке бульвара в районе пересечения улиц Гончарова, Бебеля и где в Симбирске когда-то стоял памятник Александру II, 9 октября 2006 года в связи с 2000-летием христианства был открыт поклонный крест-часовня. Памятник воплощен в металле Симбирским кузнечным двором Корч, директор которого Александр Романов стал автором идеи монумента. Поклонный крест-часовня – это памятник всем уничтоженным православным святыням и возрождению веры в нашей области. Вы слушаете программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». Сегодняшние передачи для вас подготовили звукорежиссер Светлана Дубровина и журналист Евгений Слюняев. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»